Салем, мои фрэнс. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать одного интересного реакционера. Конечно, я знаю, что вы, наверное, уже знаете всех вокалистов, которые делают реакции на Димаша, но хочется обратить ваше внимание на Roomie Official. Наверное, так это называется. Это американский блогер, у которого почти 6 миллионов подписчиков. Во-первых, это великолепный артист, а во-вторых, он не просто делает реакцию, он подробно изучает Димаша. Откуда он, Димаш? Наверное, из России? Может быть, Казахстан? Точно. Родился в 1994-м. Так, а сколько лет ему сейчас? Тут просто не написано. А, написано 25. Так, значит, он оперный певец, но решил заняться популярной музыкой. Вы определенно можете слышать, что он оперный певец по его голосу. Очень круто, попробую угадать. Он, наверное, сопрано. Что-то так это называется. А, его мама, это певец сопрано. Упитительный голос у них в семье. Это большой сюрприз. И он занимается музыкой с 5 лет. Ну, это много объясняет. И это помогает ему, как профессионалу, разобраться, почему же голос Димаша так его заинтересовал. И, кстати, сначала он не был впечатлен талантом Димаша, а даже относился чуть скептически. И ему даже сперва показалось, что ему не нравится. Должен быть честными с вами, друзья. Я не до конца уверен, что могу это понять. Просто эта музыка кажется не для меня. Она настолько оперная и медленная, и вроде бы занудная. И это так ужасно. Потому что мастерство и музыка невероятно высокого уровня и очень интересная. Но почему-то мне не залетает. Я не понимаю, почему. Я очень хотел бы, чтобы мне понравилось, но не получается. Я впечатлен, но не вдохновлен, если вы понимаете, о чем я. Но Димашу дарят много цветов. Думаю, ему не стоит расстраиваться из-за того, что я не смог полюбить его музыку. Вон сколько людей, которые хотят подарить ему цветы. Но после того, как он услышал Опера 2, все стало на свои места. Это так весело. О мой бог. Я точно что-то почувствовал. Это очень весело. О мой бог. Я даже не знаю, что сказать. Я бы не стал слушать это в машине, но я хотел бы посмотреть вживую на такое выступление, но один разочек. Ну, если бы это было где-то рядом. Я не чувствую какой-то эмоциональной связи с этой музыкой, но мне очень интересна техническая часть. Это очень весело. Вы можете легко почувствовать мурашки от такой музыки. О да, мне понравилось. И во втором видео, которое он сделал про Димаша, он уже вообще не сомневался, кто же на самом деле супер талантливый певец. Это супер талантливый певец, и я на 100% уважаю это. У него невероятный диапазон и супер натуральный. И даже если я сделаю целью своей жизни достичь самую высокую ноту, которую я смогу, что я никогда не буду делать. Но если бы я постарался, я бы никогда не достиг того, что может Димаш. Такой уровень контроля, он безумный. Это круто. Это звучит так хорошо. Это что-то невероятное. Это звучит идеально. Ну и теперь самое главное, что я хотел бы вам показать. Эти ролики на канале, на котором почти 6 миллионов подписчиков, отличная реклама для Димаша. И видно, что многие зрители первый раз знакомятся с творчеством благодаря Руми Афишу. Например, мистер Бой написал Ариана Гранде, я могу петь высокие ноты. Этот парень, подержи мое пиво. Видно, что автор комментария совсем не знает Димаша, раз пишет про алкогольные напитки. Но, судя по тому, что больше тысячи лайков у этого комментария, многие солидарны с этим мнением. Кстати, тут мы можем видеть комментарий одного известного реакционера. Это Кэллиб Коулс, который, кстати, делал несколько кавер-версий и не только реакции. Что же, приятно видеть знакомые лица. А здесь мы видим очень серьезного зрителя с никнеймом «Животное», который пишет «А кто-нибудь знал Димаша до того, как Руми сделал видео про него?» И если вы заметите, всего 9 человек написали комментарий и 53 лайка. Но это же совсем небольшая цифра. Вот еще один интересный комментарий. «Я никогда не видела никого с таким набором умений». И таких комментариев достаточно много. Например, Ли Си пишет «Никогда не видел никого с таким мощным и захватывающим голосом». А тут пользователь с интересным никнеймом «Blade Drummer» пишет, что «Несмотря ни на что, с точки зрения техники, это лучший певец в мире». Ну что же, друзья, мы с вами видим, что Руми Офишл сделал отличную работу по продвижению творчества Димаша. С чем мы его и поздравляем. И будем надеяться, что многие другие успешные блогеры займутся продвижением творчества Димаша. Ну а пока что мы на своем небольшом канале будем заниматься тем, что в наших силах. Чем больше будет источников, освещающих творчество Димаша, тем лучше. Мы уже немного в этом разобрались. И с радостью поможем всем, кто захочет открыть свой канал или выступить. Или если у вас есть канал о Димаше, но он плохо работает, то тоже обращайтесь. Мы с большой радостью поможем. Друзья, увидимся с вами в следующих передачах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok